Всем привет, с вами Тарты, и сегодня я начну снимать обзоры на еще один интересный мод к игре Парк Юзкого периода Операция Генезис, мод под названием Чарминг Криптоцелус или Прекрасный Меловой Период. В этом моде, помимо основного мода, у меня установлен еще мод, скажем, терраформирования, который называется Тропические джунгли. В принципе, я думаю, это будет круто показать вам в основном все моды терраформирования. То есть, допустим, теперь у меня тут очень часто стоят деревья, и вот примерно вот такая вот трава там будет. Вот такие всякие папоротники и проще будут смотреться круто, как бы, как будто вы оказались, как бы, в реально джунглях, которых и раньше обитали динозавры. Вот так вот, значит, сейчас я поставлю деревья, которые, как бы, вымершими считаются, ну, то есть, вот примерно вот так они выглядят. Добавлено вот это вот растение, такой папоротник, как бы скажем. По-моему, раньше его не было, как бы. Так, ну, давайте сразу... Это я убрал звук просто, чтобы... Так, давайте сразу посмотрим современные деревья. Ну, думаю, вы их видели, они такие стандартные, да, такие вот пальмы всякие. То есть, растение тоже изменили. В принципе, круто так делать. Скажу, что все это мне привиделось. Так, вот здесь у меня уже все. Ну, здесь я козу создал, проверял, может, что козы цвет поменялся. На самом деле, нет. Так, ну, давайте в этой серии мы посмотрим изменения, связанные с маленькими травоядными динозаврами. Не могу поверить, что же делать? Значит, продолжительность их жизни здесь не изменяли, а вот сам цвет и даже, возможно, модельку как бы поменяли. Так что давайте вот посмотрим. Все работает отлично. Галимимус. Потом добавлен на основе модели Галимимуса Орнитомимус. Теперь он живет там тоже 16 лет, а не 5. Авераптер добавили. Новую, значит... Гомолоцефалму. Все работает отлично. Название пропадает в этом модели. Не знаю, почему. И лепоцепт. И здесь русский язык меня и поменялся. То есть он так и остался. Дамы и господа, мы рады сообщить вам, что сейчас показывается тревоядный динозавр юрского периода, алофазавр. Новая, значит, окрас Галимимуса вот эта вот на теле, то, что вы можете видеть, это как бы и перья. Дамы и господа, я рады сообщить вам о нашем новом экзотическом травоядном динозавре юрского периода. Прорисовали когти. Так, сейчас. Прорисовали морду. То есть вы можете увидеть, что у него там прорисованы глаза и прочее. Также поменяли голос. То есть у всех динозавров сейчас будет как бы другой голос. Так, ну давайте еще Орнитомима поймаем. Орнитомима это тот же Галимимус, только у него тоже изменен цвет, значит. Цвет изменен на рыжий и вот это вот тоже, это как бы тоже перья. То есть цвета подобраны классно. Глаза и мордочка как бы прорисованы. Когти хоть и не изменяли, но хотя бы их цветом выделили, что вот они, ребята, посмотрите, они есть. Все те же движения они выполняют, только вот поменялся звук. Вот видите, морда, значит, у него. Глаза прорисовали, нос. Все, вот выглядит вообще круто. Цвет просто классно подобран. Так, давайте вот Авераптор. Авераптор это взяли модель дилфозавра и поменяли в нем, скажем так, тело оставили, а вот голову поменяли. Это тоже такой типа перья у него, значит. Морда у него вот вообще совершенно, вот можно подумать, что это совершенно новая модель динозавра, то есть. Да, вот это клокотание, это галлимимусы делают. Значит, у Авераптора что прикольно, что вот Санхэй, вот видите, да, воротник. Это у него сохранился воротник от дилфозавра, то есть его решили оставить. Ну, он с ним очень круто смотрится. Значит, рост там он даже меньше, чем человек. Вот видели, да, сейчас прошел, метр шестьдесят примерно. Очень крутая модель, значит, добавили. Так, это у нас гомолоцефал, который просто поменяли цвет, я не знаю, почему название пропало, к сожалению. Возможно, только в этом моде. Ну, когти на передних и на задних лапах не прорисовали, их не меняли. Ну, вот посмотрите, как сделан цвет. Прорисованы глаза, уши, нос. Это все прорисовано, выглядит, конечно, круто. То есть теперь, если вы начнете играть в этот парк, ну, в этот мод, то у вас будут динозавры совершенно все разные, совершенно будут по-крутому выглядеть просто. Вот посмотрите, вот это просто какое-то наслаждение, просто вот наблюдать на новые модели, которые не просто изменят цвет, а вот полностью там прорисованы некоторые детали. Ну, давайте посмотрим на лептоцератопсов. То есть для лептоцератопса использована модель гомолоцефала. Ну, как видите, у них череп, значит, вот эта кость, с помощью которой они как бы сталкивались с головами, она тоже изменена. То есть глаза, морда у них чуть-чуть, как бы модель-то одна, но их так вот покрасили, что они выглядят по-разному. И порисовали когти на передних лапах и на задних, в отличие от гомолоцефала. Вот посмотрите на цвет, выглядит вообще круто. Вот ребята вот здесь вот реально постарались над модом. Вообще вот просто смотришь, и вот прям приятно, радуется глаз просто. Вот это клокотание, это ужас просто. Рада тебя видеть. Так, ну давайте продолжим, значит. Пахицефалозавр. Все работает отлично. Надеюсь, 4 года всего живет странно. Надеюсь, лучше, чем на картинке выглядит. Так, стирокозавр. Все работает отлично. Те динозавры, которые не изменились, я их, пожалуй, показывать не буду. Центрозавр. Все работает отлично. Дамы и господа, мы рады сообщить вам о нашем новом травоядном динозавре юрского периода. Пахицефалозавр не меняли, поэтому я его показать не буду. Парксозавр. Рада тебя видеть. Ну и гентрозавра тоже не меняли, поэтому я его тоже не буду показывать. Дамы и господа, мы рады сообщить вам о нашем новом травоядном динозавре юрского периода. Пахицефалозавр тоже новый окрас. Он теперь такой вот рыжий. К сожалению, здесь нету, как в предыдущем моде Самки и Семен, что было бы круто Но всё равно выглядит круто Да, и ещё голоса у всех поменяли То есть они теперь другие голоса совершенно издают То есть тоже приносит новшество в эту игру Вот такой цвет мне как бы нравится больше Потому что он новый, возможно из-за этого Ну, в принципе, выглядит круто Стерокозавр К этому динозавру тоже поменяли цвет Прорисовали чуть-чуть глаз по сравнению с предыдущей С предыдущим окрасом, значит Но звуки у Центрозавра и Стерокозавра не одинаковые То есть просто как бы Сути типа разные динозавры, знаете Так, давайте поймаем Центрозавра Центрозавр это использована модель Стерокозавра Которые просто были вырезаны Шипы на воротнике Ну, также другой цвет глаз Ну и прорисованы, значит, такие когти на лапах Изменён цвет по полной Но единственный минус этой модели То, что вот когда вырезали, они забыли вот об этом То есть они вырезали, то вырезали, но осталось Вот видите, такие пустые как бы Дырки такие, в которых просто вот Насквозь видно всё, знаете Это вот единственный минус А в остальном выглядит круто, конечно Особенно спереди Так, ну давайте ещё парксозавра поймаем Парксозавр, это была использована, значит, модель Дриозавра Использована модель Дриозавра Ужас, ужас Кошмар, они такие шумные Модель Дриозавра использована Просто поменят цвет по полной тоже Видите, у них они теперь тоже Мордочка такая прорисованная идёт Цвет такой тоже классный, подобран Вообще, вот ребята вот над этим модом Реально постарались Это вот самый красивый мод Ну, точнее, мод, в котором лучше всех показали динозавры Не считая там ещё нескольких двух Вот здесь вот реально И выглядит круто Просто вот если вы скачаете и найдёте, где этот мод Можете его, кстати, по названию найти Я название этого видео напишу, как правильно называется Вот, вы сможете скачать и порадоваться То есть у вас опять проснётся интерес к этой игре То есть вот посмотрите, как выглядит динозавр Вообще круто Ой, кучку кто-то навалили Так, и все посмотрим Не могу поверить, что же делать Так они дерутся, надо посмотреть И всё уже Ну, в принципе, скажем так, на этом Надеем, может, я очень быстро показал, но всё же На этом все лучшества данного мода Связаны с маленькими травоядными динозаврами Закончились К этому моду я, наверное, выпущу всего три видео Одно с маленькими травоядными, другое с большими травоядными А третьи будут с хищниками, потому что с хищниками там мало что изменили Поэтому я их отдельно просто покажу В одном видео как раз Местиция Надеюсь, вам этот мод понравился Всем спасибо за внимание Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok